Если подходить ко всему с любовью, то можно приручить даже такого железного монстра, как трамвай, уверена водитель Альбина Хакимова. Хрупкая девушка из Нижнекамска справляется с брутальной машиной легко и непринужденно. И по итогам конкурса она стала лучшим водителем трамвая в России. Я как-то постаралась, я очень хорошо готовилась, меня очень хорошо готовили, поэтому постаралась успокоиться. Я знала, что я готова, постаралась взять себя в руки, не волноваться и сделать все возможное. Волнение во время прохождения конкурсной трассы – самый главный враг, отмечает и участница из Самары. Наша землячка заняла третье место. Профессионализм есть у всех, мы же все работаем, это наша дневная работа. Просто надо как-то волнение свое побороть и все получится. За звание лучшего водителя трамвая боролись 40 участников со всей страны. Водители соревновались в вождении, в знании правил дорожного движения, технического оснащения трамвая и культуре обслуживания. Всероссийский конкурс профмастерства «Лучший водитель трамвая» впервые прошел в столице региона. В этом году Самарский трамвай отмечает 100-летний юбилей. Рады, что эти три дня вы были в нашем славном городе. Мы постарались сделать для вас все, чтобы вы увезли самые наилучшие впечатления от нашего города. Вот это вот частица дружбы, частица вот той сплоченности, которую сегодня приобретает сама Россия. И мы в том числе, наверное, вы увезете всегда и будете вспоминать благодарность. Состязания за звание лучшего водителя проходили два дня. Победитель получил 300 тысяч рублей, серебряный призер 150 тысяч, бронзовый 50 тысяч рублей. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События.